Здравствуйте, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. Сегодня мы рассказываем вам о очень актуальной теме антидепрессанты и апатии, что делать. Дело в том, что вот наш ролик о синдроме индуцированной апатии при приеме антидепрессантов вызвал большое количество откликов. И все стали делиться своим собственным опытом, что нужно делать, как нужно делать. И сейчас мы решили, что мы будем давать вам рекомендации, потому что, прочитав то, что советовали вы друг другу, у нас, честно говоря, глаза полезли на лоб. Итак, что это такое за синдром апатии? Приписывается он обычно селективным ингибитором обратного захвата серотонина. Вот здесь описание, когда человеку кажется, что он утратил свои эмоции, что он испытывает печаль, какую-то там физическую боль, не может заплакать. Пожалуйста, подробно это все посмотрите. Ну, мы вам должны сказать, а что, собственно говоря, за эти антидепрессанты, селективным ингибитором обратного захвата серотонина. Это S-антидепрессанты по нашей классификации, их 6, это сертралин, пароксетин, цитлопрам, эстлопрам, флуоксетин и флуоксамин. Почему именно эти антидепрессанты обвиняют в том, что они вызывают индуцированную апатию, нарушение эмоций? Ну, хорошо известно, что, вообще-то говоря, серотонин – это тормозящий нейромедиатор, и посредством воздействия на промежуточные гаммкаргические нейроны, он может тормозить активность норадреналиновых и дофаминовых нейронов в префронтальной коре. А ведь именно префронтальная кора – это то место, где формируются возможности чтения, где формируется целеустремленность, где формируется наша программа, как мы будем действовать в той или иной ситуации, где продуктивность мышления, скорость мышления, наиболее высокоорганизованное мышление, абстрактное. Конечно, вот эти все функции, они не локально располагаются в префронтальной коре, просто префронтальная кора очень важна для выполнения этих самых функций. Соответственно, серотониновые антидепрессанты могут вызывать вот этот синдром апатии. Ну и вот то, чего мы с вами, вы не увидели, а мы увидели в комментах, в основном все сводится к тому, что нужно заменять один препарат на другой. Вот это вот очень удивительное свойство человеческой психики, когда человек не хочет разбираться в ситуации, он не хочет разбираться в причинам. Ему не интересно, почему возникли те или иные нарушения, он просто хочет менять один препарат на другой. Между тем, на самом деле, очень важно убедиться, а правильно ли вообще назначили селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Ну действительно, вот мы много раз говорили о том, что селективный ингибитор обратного захвата серотонина, они используются прежде всего и должны использоваться для лечения тревожных расстройств. А в чем, собственно говоря, состоит тревожное расстройство? Это очень все просто. Нейроны, которые блокируют тревогу, тормозятся. Это прежде всего серотониновые гаммкаргические нейроны и активизируются другие нейроны, которые реализуют тревогу. Так вот, прежде всего надо убедиться, а тем ли расстройством страдает пациент. Вообще, нужны ли ему селективные ингибиторы обратного захвата серотонина? Для этого есть соответствующие критерии в МКБ-10. Ну, например, панического расстройства или критерии генерализованной тревоги. Если паническое расстройство – это острая тревога, которая возникает сама по себе, которая возникает без каких-то провоцирующих обстоятельств, то генерализованное тревожное расстройство – это когда та же самая тревога, которая ни с чем не связана, которая возникает сама по себе, но она является хронической. Есть определенные критерии, вы можете легко за этими критериями посмотреть. И вот, предположим, действительно, селективный ингибитор обратного захвата серотонина был назначен правильно. То есть, он был назначен больному с тревожным расстройством, и у него возник вот этот вот синдром индуцированной апатии. Что тогда надо делать? Прежде всего, надо убедиться, а помогает ли ему данный препарат от тревоги. Потому что вы понимаете, что это совершенно разные вещи. Если препарат не помогает, да еще возникает побочный эффект, зачем продолжать? Совершенно другое дело, если препарат помогает. Так вот, если препарат помогает, то самый лучший ход, и ход номер один, это снизить дозу. Возможно, мы тогда останемся в дозе терапевтического эффекта, а у нас с вами этот побочный эффект ослаблен или вообще пройдет. Теперь обратите внимание. Вот мы снизили, толк есть, тогда продолжаем прием в более низкой дозе. Но, предположим, у нас с вами все мы сделали правильно. Убедились, что назначили больному с генализованным тревожным расстройством селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Вызвал побочный эффект. Снизили дозу, но, предположим, терапевтический эффект заканчивается или побочный эффект не проходит. Вот в этой ситуации нужно, конечно, менять препарат. И вот тут возникает вопрос, а на что нужно менять препарат? И вот тут самое интересное, что начинаются предложения самых разных препаратов. Причем люди обычно исходят из своего опыта. Они говорят, мне помог вот этот препарат, а мне помог вот этот препарат. На самом деле правильнее исходить из все-таки показаний препарата. Известно, что для лечения тревожных расстройств в первую очередь во всем мире используются селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. И вот тут самое интересное. Мы бы хотели обратить ваше внимание, что далеко не все селективные ингибиторы обратного захвата серотонина могут вызывать эту самую индуцированную апатию в той же самой степени. Прежде всего, скажем, более благоприятным эффектом обладает, например, препарат флуоксетит. А почему флуоксетин меньше таких всего побочных эффектов дает? Да очень просто. Кроме того, что флуоксетин повышает активность серотониновых нейронов, но он блокирует серотониновые рецепторы типа 2С. А ведь именно через эти рецепторы серотонин и осуществляет свою тормозящую функцию в префронтальной коре. То есть эти рецепторы располагаются на вставочных, промежуточных гаммкаргических нейронах. Именно через них реализуется торможение. Блокированы эти нейроны флуоксетином. Не будет торможения, норадреналин и дофамин будут выделяться. Поэтому прежде всего столкнулись с ситуацией, когда препарат не помогает, когда вызывает побочные эффекты и игра с дозами не проходит. Попробовать поменять на флуоксетин, либо попробовать поменять на флуоксамин. Почему я говорю про флуоксамин? Все очень просто, потому что этот препарат мы о нем многократно вам рассказывали. Пожалуйста, посмотрите, у нас есть соответствующий плейлист. Он является органистом Сигма-1 рецептора. Сигма-1 рецепторы способствуют тому, что дофамин выделяется в мезокортикальном пути, в префронтальной коре. То есть там, где именно этот дофамин нужен для мотивации, для поведения и для мышления. Соответственно, на фоне приема флуоксамина не будет, вот этого во всяком случае будет гораздо меньше, возникать синдром индуцированной апатии. И у нас есть, конечно, мы не устаем напоминать препарат Ракона, который является отечественным фактически у нас флуоксамином. Так вот, значит, Ракона чем хороша? Тем, что стоит в два раза дешевле. Что в наши времена на самом деле является очень и очень полезным свойством любого препарата. Теперь вернемся к тому вопросу, к которому мы начинали. А правильно ли вообще назначили селективный ингибитор обратного захвата серотонина? И тут я возвращаюсь к очень интересной идее, которую мы постоянно развиваем и постоянно мы встречаем критику. В том числе со стороны врачей. Мы неоднократно заявляли, что селективный ингибитор обратного захвата серотонина антидепрессантами не являются. Почему они не являются антидепрессантами? Но обратите внимание, вот СН-депрессия по нашей классификации. Видите, двуглавый дракон. С-серотониновые нейроны, Н-норадреналиновая. Стрелка вниз указывает на падение активности, усиление отрицательных эмоций, жалобы на грусть, хондро, отвращение, раздражение, недовольство и тому подобное. Предположим, в этой ситуации очень часто, а действительно очень часто на практике это происходит, поскольку эти все препараты называются антидепрессантами, селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Вот их обязательно используют врачи при лечении легких депрессий. Итак, назначили пациенту с легкой СН-депрессией серотониновый антидепрессант. Что он сделает? Он отрубит одну голову, но вторая голова останется. Более того, вторая голова на самом деле может даже усилиться. Помните эти самые серотониновые рецепторы типа 2С. Возьмем следующую депрессию, которая у нас называется НД-депрессия, норадреналиновые и дофаминовые нейроны, ослабление положительных эмоций, тоска, подавленность, безразность, безнадежность, утрата интересов и удовольствия. И опять напустим сюда, опять же при легкой депрессии, опять же напустим сюда воина в виде серотонинового антидепрессанта. Да он вообще не сможет подействовать на НД-депрессию даже легкую. Более того, помните про серотониновые 2С-рецепторы, он может ее даже усилить. Ну или в конце концов СНД-депрессия, вы видите серотониновые, норадреналиновые, дофаминовые нейроны, смешанные жалобы, сочетанное нарушение эмоций, ослабление положительных и усиление отрицательных эмоций. Давайте такому больному с легкой депрессией, СНД-депрессией, назначим С-препарат. Что тогда будет? Будет следующее. Ну хорошо, отрубит одну голову, но две головы останутся, более того, сам дракон может вырасти. Вот почему мы говорим, что серотониновые антидепрессанты антидепрессантами не являются, они являются хорошими противотревожными препаратами. Теперь давайте посмотрим, а насколько вот эти наши теоретические предположения совпадают с клинической практикой. Обратимся к той же самой статье. Определение эмоциональных побочных эффектов на селективных ингибиторов обратных захватов серотонина. Ну я опускаю билетристику, мы видим редукция позитивных эмоций, счастья, радости, волнения, ожидания, изменение личности, влияние на повседневную жизнь. Уменьшение эмоций связано с хобби, другими интересами, музыкой, то есть просто, проще говоря, та же самая ангидония, то есть те же самые позитивные эмоции. Тогда возникает вопрос, так может быть, вот эта вот редукция позитивных эмоций у больного была, и просто она под влиянием серотонинового антидепрессанта усилилась, тревога у человека ушла, а вот эти расстройства остались. Действительно, редукция негативных эмоций произошла, а вот это эмоциональное отчуждение, самоизоляция от окружения, нежелание вообще что-либо делать, равнодушие, то есть связанные с положительными эмоциями, ситуации в мезокортикальном пути, вот это все остается. Фактически мы говорим о том, что мы нашли некое доказательство того, еще одно, что серотониновые антидепрессанты антидепрессантами не являются. И самое интересное, что вместо того, чтобы сделать вот совершенно прямой и честный вывод, что серотониновые антидепрессанты не способны справиться с депрессиями, значит, нужно говорить о том, что у нас какой-то есть синдром индуцированной апатии, что у нас появилась какая-то страшная новая болезнь. Я понимаю, почему так мыслят врачи. Они так мыслят, потому что они привыкли думать, что серотониновый антидепрессант уж, по крайней мере, с легкой депрессией справится. Однако не так. Вот они не справляются, и тогда начинается выдумывание самых различных болезней. Более того, все это выдается за открытие. Ну, что это, собственно говоря, за открытие такое? Это не открытие. И что нужно в этой ситуации делать? Итак, неправильно назначен селективный ангибитор обратного захвата серотонина. Назначен при депрессии. При депрессии что нужно делать? Конечно, нужно назначить эффективный и переносимый СНД антидепрессант тройного действия. И тогда депрессия пройдет, и никакой индуцированной апатии, и никакой необходимости выдумывания новых диагнозов не будет. Вот здесь все СНД препараты перечислены. Но поскольку мы с вами, напомню, лечим легкую депрессию, а именно легкая депрессия считается, ну, скажем так, у нас мишенью для назначения селективных ангибиторов обратного захвата серотонина, то здесь вы видите, у нас есть два препарата. Вы помните, что мы распределили все препараты по категории переносимости. И вы видите, что во вторую категорию входит препарат Миланцепран XL, а в первую категорию препарат Перлиндол, Перозидол, наш отечественный препарат. Так вот, эти два препарата лучше всего переносятся. Однако, у Иксела есть формула СНД, где Н большое, у Перлиндола формула СНД, где Н маленькая. Это означает, что Миланцепран будет гораздо эффективнее. Соответственно, возникает стратегия корригирующей терапии в ситуации, когда мы с вами фактически неправильно назначили селективный ингибитор обратного захвата сертонина. Не при тревоге, а при легкой депрессии. И столкнулись с тем, что эта депрессия расчистилась, остались проблемы с положительными эмоциями, или они вообще-то говоря даже усилились. Что в этой ситуации нужно делать? В этой ситуации нужно переводить обязательно больного на Иксел, и все будет очень хорошо, потому что это можно сделать одномоментно. Я подчеркиваю, и такие работы по одномоментному переводу с САЗС на Иксел были, так что это вполне принятая ситуация. Вот что, собственно говоря, нужно делать с синдромом индуцированной апатии. Я бы еще хотел вам подчеркнуть. Пожалуйста, не бросайтесь сразу к перебору препаратов. Надо прежде всего убедиться, что препарат назначен правильно, действует этот препарат, не действует этот препарат, и исходить только из этого, а не идти по пути бесконечного перебора препаратов. И путь бесконечного перебора препаратов совершенно бесплоден, если вы не знаете, как формируется эффективность препарата и какой переносимостью обладает этот препарат. Спасибо вам за внимание. До новых встреч!